Бюджет Тверской области стал более устойчивый. Сегодня мы, обсуждая доходную и расходную часть бюджета, видим, что по доходной части нам очень сильно помогает Российская Федерация, Федеральная налоговая служба. Мы без увеличения налоговой нагрузки на наших граждан, на деловые структуры, на хозяйшиеся субъекты, мы сегодня формируем достаточно устойчивый бюджет путем повышения собираемости налогов, которые сегодня положены по закону. Что касается расходной части, есть вопросы к строителям, есть вопросы к здравоохранению. Надеюсь, что еще два месяца впереди народ подтянется, которые трудятся по данному направлению, но особое беспокойство, конечно, вызывает объекты капитального строительства. Делаем выводы, на будущий год будет учтено, и теперь Минфин ежемесячно будет нам доводить информацию уже в публичном режиме, как сейчас мы смотрим исполнение за 9 месяцев, теперь будет это ежемесячное исполнение нашего бюджета за 2020 год. Потому что, как мы видим, что экономия – это дело хорошее, но экономить на строительстве капитальных объектов – это очень плохой опыт, это очень плохое направление. Поэтому сегодня будем очень внимательно относиться к плановости, подготовке документации, к тому, как организована работа по расходам средств. Что касается национальных проектов, можно сказать, что работа идет в плановом режиме, мы видим достаточно хорошее устойчивое кассовое исполнение, все, что сегодня было направлено на дорожное хозяйство, на объекты образования, на объекты здравоохранения, сегодня находится под контролем.